Простите мне, что я с вами лёжа. В качестве сонной принцессы пообщаюсь. Это короткое видео для людей, которые верят в самсару, в перерождение, или которые знают о самсаре, о перерождениях. То есть, то, что мы живём неисчислимое количество раз, постоянно перерождаемся. Есть миры низшие, есть миры высшие. Вот, ребятушки, у меня среди моих знакомых есть одна женщина. Которая знает о своих прошлых жизнях, чувствует, что раньше жила, что это лишь очередное рождение. И она знает о том, что я хотел бы закончить самсару. Но сама она имеет, ну как сказать, привязанность к жизни. Желание жить, хочет оказаться там в высших мирах. Иметь там, я не ставлю крылышки, хвостик, что угодно. Каким-нибудь прекрасным ангелочеком, девой какой-нибудь прекрасной стать. Ну и так далее, тому подобное. Ну, или там, это уже человеком хочет пожить. Может там, как мама реализоваться, там ещё что-то. Вот. Я бы хотел с вами поговорить на неприятную тему. На тему низших миров и на тему ада. Очень грустная тема, очень печальная. Никто не хотел бы оказаться в таком незавидном положении, когда ты испытываешь постоянную боль, постоянные страдания. Ну и многие люди, как бы, отрицают, что такое есть, или не хотят об этом думать. Ну, ребятушки, очень полезно работать с реальностью. Давайте начнём с простого, с того, что мы видим. Вокруг нас огромное количество животных. Один человек за свою жизнь съедает их большое количество. Не знаю, на одного человека, может, там, миллиарды, триллионы приходится животных. Я не знаю. То есть, в этом зримом мире мы можем заметить, что человеческое рождение, даже если сравнивать вот просто с животными, которых мы можем увидеть, потрогать, пощупать, вот если количественно сравнить, то людей сравнительно мало. То есть, человеческое рождение очень редко, очень ценно. Ну, теперь смотрите. Если самсара бесконечна, то, и если ад существует, то есть такая возможность, что мы туда попадём, что человек туда попадёт. Даже если в этой жизни мы вели себя хорошо, были паиньками и так далее, и тому подобное, и даже если вот в следующей жизни мы переродимся в прекрасном небесном мире, и будем там жить очень-очень долго, то наша благая кама, наши заслуги раньше или позже закончатся. И мы вновь родимся в низших мирах. В общем, если этот процесс длится вечно, бесконечно, если ад существует, если есть такая возможность попадения в ад, то это неизбежно, мы туда попадём. То есть, мы там уже все были, и поскольку самсара длится вечно, бесконечно, мы вновь туда попадём. Мне бы, ребятушки, очень хотелось бы этого избежать. Если уже существо попадает в низшие миры, то оттуда очень сложно выбраться. Потому что там нельзя или невозможно или очень сложно накапливать какие-то благие заслуги, совершать какие-то хорошие благие дела. потому что там вот такие вот другие волчьи законы. Обязует или как это назвать. Вот. Мы сейчас живём в хорошее время, в эпоху наличия в мире учения Будды. В общем, единственный способ, как можно избежать рождения в аду в будущем, это закончить самсару. Это полностью выйти из этой игры. Если мы в ней остаёмся, если вот нам глупость позволяет хотеть остаться в самсаре, если у нас есть такие вот желания какие-то жить, чувствовать или там я не знаю, не разбираюсь, честно говоря, не особо в людских этих желаниях. То есть, я, конечно, обычный человек в определённом смысле этого слова. В том смысле, что наслаждаюсь чувственными удовольствиями, живу в такой вот обычной жизни. Но, тем не менее, желание вот остаться в самсаре у меня нет. Да, конечно, я бы хотел переродиться в одном из высших миров приятных. Носить вот это вот тело, оно обременительно. Каждое утро нужно вставать, идти в туалет, умывать это тело, чтобы оно не воняло. идти на работу, продавать своё время, проводить там часы, трудиться, чтобы зарабатывать деньги. Для чего? Для еды, для того, чтобы содержать это тело. Это мне очень утомительно, обременительно и, как говорят, не в кайф, не в радость. иметь такое тело в высших мирах, которое не нужно кормить. Это, конечно, получше. Но не сама цель. Конечно, лучшая, окончательная, полная цель это полное освобождение окончания самсары. То есть, к чему я веду? Какая моя главная мысль этого видео? Либо мы заканчиваем самсару, либо раньше или позже попадаем в ад. Другого выбора выхода нет. Если же мы хотим избежать рождения в аду в будущем, попадания в ад в низшие миры, то единственный надежный и верный способ это закончить самсару. в следующем. В следующем. В следующем. Продолжение следует... 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 Вот, к счастью, есть способ самсару закончить, потому что превосходное существо поделилось с нами учением, правдой, истиной, тхамной. Вот, достаточно послушать, осознать, понять, избавиться от желания дальше перерождаться, дальше блуждать по самсаре. Слушайте или читайте сутты, понимайте их. И в течение семи жизней максимум мы с вами потихонечку, медленно или быстро, вот, вступившие в поток, закончат самсару. Когда мы вступаем в поток, это значит, что уже отрезается возможность родиться в низших мирах, попасть в низшие миры. То есть мы уже идем только к цели. Очищаем свой ум, достигаем все более высоких состояний. Кто-то наиболее способный, для кого-то это будет последняя жизнь. Вот он познакомился с учением Будды. И все, он понял, осознал и носит последнее свое тело. У кого еще есть какие-то привязанности, большие или маленькие, потоньше или побольше, он еще может родиться раз или два, или же в высшем мире родиться и уже там закончить самсару. В общем, это прекрасное время, в котором мы живем, великолепнейшее. Крайне редко Будды появляются в мире. Для нашего добра и благополучия делятся с нами правдой. Рассказывают нам, говорят, посмотрите, как страдательна и здесь, и тем более гораздо страдательнее, несравнимо страдательнее в низших мирах. Но вы посмотрите, вот даже сейчас, даже люди, те же россияне, бомбы там скидывают на людей, убивают, насилуют массово. Кажется, 26 век, после великой окончательной небаны Будды. А люди, они же совсем не меняются. И очень важно увидеть то, как оно есть, увидеть реальность. Что люди, это всего лишь люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова